Продолжение следует... 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 И вот Смедельский выходит на площадку, но, как ему кричали партнеры, сам он не прошел. А вот Лазика не понял своего партнера и не пошел. А у нас уже девятая минута встреча на табло 0-0. Констанца вполне устроит нича в этом поединке, потому что нича гарантирует им серебро. А вот если они проиграют, то как минимум вторым не будет. Потому что однозначно, я думаю, они пропустят вперед Борискен. А вот капуста для них серед ЮА еще не понятна. Поэтому более комфортно для них ничение либо побежь. И вот он удар. Справился с этим выстрелом игрок, который стоит на вратарской позиции. Тоже, молодец. Молодец. Сейчас второй заявки скажу, кто это, друзья. Это Ганин Александр, если я не ошибаюсь. У него шестой номер на трусах. А шестой номер в протоколе это Ганин Александр. Что ж, пока зачет на данную минуту. Ворот оставляют сухие. 15 минут еще играть в первом тайме. И целых 25 вольт. Время еще достаточно. Паузу берет Константин. Вроде долго целился. Смотрите, смотрите, ай, не как тут Биллинс, не вершало. Вот тут я и салашу, трешери, мне кажется, все-таки валили в Вову. Слушай, а ответочка вот от Петренка тут не пришла. И сниночка, четверочка. Менаска, троечка. Раз, подошел, ворочный, ворочный. Ворочный. Лево, ай, кир! Лево! Не, Ай! Байбарак, 13-й номер. Вова. обновилась у нас июай обновился у нас и констанс вышли новые люди на площадке так и вчера смотрел очень интересный эфир играл с ума с ладом ума выиграл и стал чемпионом и там составе играл сухач константин который играет в этом берете он не в первом встали они чемпионе лучшего визона инвер представит украина на всеукраинском днепропетров на всеукраинском возвращаемся сюда и так никита у мяча прямой удар и отличный удар и штанга играет в пользу я просто по моменту не отдал бы предпущение одно из команд интересная игра но две десяточки на центре поля крича и констант все игроки были на половине соперника попробую прибор чайка денис выходит на площадку чайка и шмидельский это вот молодежь юа в этой команде уже таки поигравши а вот два десяточки кстати внимание что у одного что у другого десятый номер можно ли так оказывается можно чтобы было два десятых молодость юа выглядит именно в десятый номер на 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 Не знаю. Ну, наверное, Констанция. Они же не проиграют в этом поединке. Ничья. В полный их устраивает. Почему бы нет? Придерживать. Не начинают нагнетать. Без завершения. Удар не более выгодный позит. Волосок. Ай-яй-яй. Волосок вообще отдал. Был полный. Можно было отдать и отложенный. Продолжить можно было. Но рэп свист. Петрен. Помню, когда Петренко играл еще на ракушке. В составе металлиста. Был у нас такая команда. С Путу. Номер 11. И тогда они ставали еще чемпионами. лет 14-15 лет назад. И он был в составе этой команды. А, кстати, вот если сказать об этой команде, которая была 15 лет назад, была чемпионами. В составе ЮА есть такой арабитский из Константин. Вот он тоже играл в той команде, которая 15 лет назад стала чемпионом. Волосок металлист. Вот такая вот, если заглянуть в историю. А, также есть Цургин Вячеслав. Которая есть тоже у ЮА. Никто же этот парень играл в этом составе. Вот такая у нас. Вход в историю. Экстра. 15 лет спустя. Надо именно так написать. Тоже самое вот в Борисфене. Точнее, в Сухачевке. Блин, в Борисфене. Ермако, Движевский, Ярослав. Это тоже ребята, которые уже 15 лет спустя. Как молоды мы были. Возвращаемся в игру. 16-ая минута встречи. Борисфен. Борисфен. Они назывались не Борисфен. И эти игроки играли в самом первом турнире. Есть еще фотография такая. Там есть Ермако, Ярослав и Бордо. Да, не назывались Борисфен, конечно. Назывались он Сухачевка. Но я про игроков и про название. Борисфен. Борисфен. И вот он, волосок. Будет бить, я думаю. А, нет, заживал момент. Там консуны. Партнеры кричат, отдай. Я вместе с партнерами могу покричать. Завозился он с мячом. И вот отдает им все-таки чайка. И чайка не ломит сходу мясо. А вот на буду чайке, когда-то он собирал команду. Он назывался Чу Ю Марь. Вот так вот он познакомился с чайкой на пульсе. Было, наверное, уже 5 назад. По-моему, они стали чемпионом у нас, если не ошибаюсь, на первом сезоне. Это во второй линии. Как-то так. Так, чайка вошел. Отец сюда его приезжал, поддерживал на поединке, я помню. Итак, Петре. А вот Волосок и тот парень, который четвертый номер с ним стоит. Вот эти ребята играли за новое поколение. И ровно 5 лет назад, Дмитрий Вальченко выложил пост в соцсетях, что ровно 5 лет назад поколения стали чемпионом именно в этом зале высшего дивизиона. Вот так вот у нас сегодня какой-то вечер истории, друзья. При Волосок Сергея. Не помню, извините, фамилия, четвертый номер были. Играть за новое поколение. 5 фолов уже у ЮА. 5-0, кстати, по фолам. Так, Филипп. Алло, давайте от Филиппа теперь, друзья. Этот парень тоже поярал за много команд. В том числе и на пульсе. В последний раз видели его, я уже даже не помню. Южная Сухачевка была. Был какой-то еще. Сухачевка. Просто Сухачевка была. Южная и просто Роса. И сейчас вот констат. Забил и отменили, да? А Волосок все-таки забил. Как в игре с Шахтером, который смотрели вы, да? Забили его, но отменили. Тут тоже ВАР сработал, отменили гол. Честно, очень не понравилась эта игра с Шахтером. Нет, Шахтер играл отлично, но этот был. ВАР такой, блин, когда 20 миллиметров. Ну, а в сайт, это так, блин, это просто... Мне кажется, он такой ВАР не будет. Формализм такой там. Ухо торчит, нос торчит. Это современный футбол. На что повлияло там? 20 сантиметров. На гол. Я прошу. Это будто формализм. Итак, Филиппов на ударной позиции и блокирует его удар. Филиппов Александр. Он будет водить мяк. Фильмон Инна Кетренко. И отдает он Вадиму. Туда Вадим как бы пробивал. Палатика. Вот давайте вот палатика несколько слов. Как он мне запомнил этот урок габаритный вот такой с мячом? Был когда-то у нас летний кубок. На десятилетие пульса. Ровно 10 лет было пульса. Это был 2014 год. Только уже 6 лет назад. И тогда была такая команда «Олимпик» называлась она. И вот Петренко играл за эту команду. Они стали чемпионами юбилейного, десятилетнего. Очень Петренко пошел грубо. Мне кажется, можно его потратить в желтую карту. Потому что он лежачий, играл соперника сзади. И конфетку чуть не подарили Петренко в этом эпизоде. Так вот, вот так мне запомнился Вадим Лазик. Когда я помню, сумасшедший мне выдали сезон. Там обыграли кучу таких грандов. И там такой финальчик был. Собиралось и человек 20 на финале помню. Ну вот так вот Лазикова Владислав запомнился мне. После этого перечного победы в Кубке на десятилетие. В общем, что ни человек, друзья, то целая история эпоха. Понимаешь? О каждой семье можно много рассказывать. Ну вот, чайка Ревотова, друзья. Вот он. Все-таки ЮАЗ уходит вперед на 21 минуте. И это гол на, я бы сказал бы так, на пользу этого Борисфена. Потому что Борисфен сейчас формально выходит на вторую позицию, друзья. Констант где-то примерно остается на своей же позиции. Вот, точнее, остается на третьей позиции. Вот ЮАЗ при таком раскладе все же останется на четвертой позиции. Представляете? Они победят. И могут выступаться вне тройки. И это, конечно, обидно. Но вот такой результат. Но рано-рано еще делать выводы, друзья. Ибо мы видели игру до этого. Вот не один закончился первый салон, а второй там все поменял. У нас еще первый идет. И еще не понятно, как закончился он. Ну, затянули отталку. Ну, уже два раза попали. Одну и тренировка. Три вратаряда. Три вратаряда. Три вратаряда. Дадут ему развенуться? Нет, не дадут. Съели его они там в тренировке. А ЮАЗа бил красиво. Съел его. Это съел. Три вратаряда. Три вратаряда. Может быть, как я и сказал. Съебствующего вратаря. Не знаю. Потянул бы в любую основную. Ну, такой гол. Ну, хотя там отдал модельную. Уже пустые ворота. Там без шансов. Вратаря отыграли. Три вратаря. Три вратаря. ой-ой-ой, в своем поле, прям в лицо, ему было бы такой своячок найти, подрубил своё, фиксирует гол, а фиксирует ствол, а гола не было бы голова, да, но от штанги и вылетел в ворота, заводится у нас Комстанц, не хочет за ним проигрывать, у Комстанца очень много людей в хорошем дальнем ударе, я не понимаю, почему не бьют, а пробуют комбинировать, но я есть тоже, кому пробивать, они тоже не бьют, причем как бы, когда чувствует в основном вратарь, казалось бы, как бы, логично, а вот таких прям ударов дальних и нету у него, хотя бы Чая в полном порядке у него с ударом, вот же Снегельский младший, вот же как бы есть, вот смотрите, как он пришел туда, рыцарь, перехочили у нас, прошли, и вот-вот. Пошла у нас кровь, Артем оказывает перемежную помощь, тампоны в нос, это Касанюк Александр, 88-го, когда-то он стал, если не осугаюсь, героем матча против Бориспена. Первый тайм, друзья. Что ж, друзья, мы возвращаемся в эту интересную игру, футбольный клуб Констант и футбольный клуб Днеп ЮАХ. После первого тайма счет на табло 1-0, ЮАХ впереди. И, как мы обсуждали в перерыве с дроном, вопрос, когда Констант снят кота 5-го и будут ли они вообще это делать. Это единственная, я тут сказал, команда, которая умеет это делать качественно. Ну, а напомню, друзья, снова и снова, что не Тартаря, который очень хорошо подключался к атакам к своей команде. Глава вот. Волосок не дал, и Треха на ударной отдавал туда. Уже забежал, 88-й монет, за мяч. И все-таки отдал. И какой прекрасный удар! На противоходе Волосок поймал. Ротара и просто великолепно, Сергей Волосок. Удувают преимущество своей команды. Это было очень хересо. Друзья, я просто себе не представляю, что если ЮА, для него третья позиция, не выйдет Констант в стройке, это будет что-то просто невероятное. Смотрите, момент, еще один. Ай-яй-яй. Как он вот, ты видишь, как он его споймал? Именно на противоходе. Вратар уже пошел в одну сторону, он там дышит туда, как-то. Волосок, опыт, все-таки. Ой-ой-ой! Ой, что творится! Просто, просто бездумие какое-то. Что творится? Начинают тихать, тихать. Это бескало. Вот. 3-0, друзья. Разговор-разговор, а на 3-0 нужно играть. Друзья, вот у нас, как казалось бы, после первого тайма поменяется. Поменялось после первого тайма, но поменялось пока как бы ворота Констанца. 3-0 же ведет Констанц. Точнее, из дня, из дня при уан. И Констанц, конечно, заводится. Заводится, никому не хочется проигрывать. Причем в таком поединке. Ну, Рома, не жалко, ради себя. Гайдученко, Роман. По-моему, именно так с четвертого номера зовут. И вот он. Заводится, Роман, огонь. Хотя были и партнеры, но... Паворачивался. Плюс три разницы у лучших, где прыгает, а просто что-то как бы неэвиабирное происходит на поле. Кто мог бы поверить? Что ЮА будет выигрывать 3-0. Вот оно. Ай-яй-яй, перекладина. Уже три раза как бы за ЮА сыграл. Пятые минуты, ребята. На данной минуте это разгром. Это разгром. Чайка, Денис забил. Видите? Так и ситуация. В дежеве, в том матче, за пять минут забили там 3 гола, да? И тут вот три... Пять минут не прошло, уже трешечка там. Второй тайм. Посыпался там Станц, посыпался. И как Дрон, говорю, в прерыве еще ЮА добавляет во всем тайм. Пять минут не прошло, уже трешечка там. Что происходит там? Показывают желтую, то мысль сидит на дробке. Классики на дробке. Уже ты не шесть, не лови меня. У них будет соперник. Сгуем, бля. Ты шо, бля? Не волнуйся. Что делать? Давай, мягче. Перебивай, чувак. Перебивай, чувак. Перебивай, чувак. Перебивай, чувак. Будь, бля. Классики. Ребята, тут правильно знаешь. Перебивай, чувак. Ты шо, дебил? Забей, не надо. Забей, не надо. Прыграй. Прыграй. А играть еще 18 минут или 17. Внимательно, Варик, внимательно. Филипп. Все-таки забивает Филиппа в Александр. Забили один гол. Уже не на сухую. И посмотрим, сможет ли этот эпизод быть таким переломным. Потому что пошли у нас такие эмоции, эмоции. Ну, соглашусь, вот с судьями, потому что Биллшапа, вот. Ребят, не получается. Они видят проблему не в себе, а вот судьи заслуживают. Ну, ну, не соглашусь, ребят. Ну, не судьи вам забили 4 гола. И надо, мне кажется, искать причину в себе прежде всего, а не в суде. Где-то, если ошибся судья, я не думаю, что это повлияло на сход игры и на ту картину, которая сейчас происходит на площадке. Забили мы сами сидели. Вот, всем, кого велить в этом эпизоде, друзья, вот кого. 5-1, друзья, 2-1. Ну, кто-то пойдет. Там, кто-то знает, где это можно. Плюс 4-2. Плюс 4, у ЮА. Принесли. Плюс 4, у ЮА. Левая, девяка, девяка, поехали. Пошли, пошли, пошли. 2-2, сошли. 5-1, же. Дорогие, работ! Ребята, что-то невероятное, если кто-то выступал перед игрой, что вот так вот, 3-4 минуты, 5-1 будет вести UI, а чтобы, ребята, будет нормально так? Вратарь очень жесткий, что, пытался сбить Волу, ушел по боксерскому, а ЮА продолжает тискать, почувствовала они кровь, почувствовала, что можно, можно, и понимает, что им нужно продолжать забивать. Вадим. Витренко просто. С петля, это, с петля, это ему, не знаю, с петля, с петля, с петля. Варик, ты что заходи, вот. Ты летел. В пятого пока не катал. Хорошо, хорошо. Ваш сметка, читеров. Привожись к нему, пусть с ним. Время, шум, речь. Гаджи, гаджи, шум, речь. Просто, здорово! А, зашел・варятäh. Уважное. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Ярик, Ярик! За кого болеет? Оно вам не выгодно. Понятно. Фанатские трибуны почти заполнены. Да, очень слабкий пояс, как получается. Какой нафриженный прямо! И проходит. УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ на его голову последний Чайка. Чайка. Байбара. Ой, огонь! Хороший огонь получился. Войди! Садись! 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 О5 помол. Садись! В основном, 3 минуты. Я пенсирую, в такой момент. Три минуты, ребят, добавляю. Вы не с вами на этом отношении. Блин, что он делает? Это явный стол. Это будет старт. Не, ну а что не так? Ну карточка там, ну... Однозначно. Зачем опланировать, если она там не есть карточка? Он и шел на эту карточку, сведомо хватал человека по последней надежде. Вообще, вопросы у нас. Все равно он там опланируется по чекам. Может, неоправданно было? Кто его знает? Здесь не забили его. Наверное, оправданно. А может быть, кто его знает? Какие же это эмоции? Какие же это эмоции? Какие же это эмоции? В меньшинстве. Ковстан. Во удаление, друзья. Во удаление. Одна минута, я так понял. Во было, голоди. В чем? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok